Это третья промая телефонная линия жахарами региона, которую все это провел в совершении областного выказанного комитета. В час двух попередних поступило около 60 звонков. 23 звороты выражены в остановке. И еще 40, снятых с контроля после проведения тлумачальной работы. 32 звонки на протягу трех годин. После завершения промой телефонной линии Владимир Дворник означает, что все звороты носили конструктивный характер. Люди телефоновали по вопросам, которые являются для их актуальными. Жахарку Светлогорска цикавить, коли у доме 1967 года побудовы у речи будет зроблен капитальный ремонт. У боч новых домах, которые находятся побоч, его давно провели, а про это небыто позабылися. Сочиня Аблоконкама обещает разобраться. Эта очередь выстроена и имеется в каждом районе. Вывешена на коридорах, там, где жилищное коммунальное хозяйство или же структура у исполкома, которая занимается этой работой. Поэтому вы посмотрите. И не дай бог, там кто-то что-то меняет. Такого нет и не должно быть. Еще одно пытание. Треться газификации везок на забруженных территориях, эта работа проведена, иншим населенным пунктам пошинцевало меньше. Проблема не такая простая, как сдается. Причем справа не только у наявности финансовых сродков. После завершения будовництва Белорусской атомной станции упор будет рабиться на выкрызстане у жилых домах не газового абсолевания, а установку электрокотлов. Более масштабно и быстро осуществится. Потому что, представляете, сети сегодня подведены к каждому населенному пункту. Все есть. Может только внутренние какие-то вот эти разводки, которые не будут позволять по силовым параметрам удержать. Это будут меняться. Все равно будет происходить гораздо быстрее. И энергетики у нас они более таки организованные, электро. Звонок звездки головинцы Гомельского района. Заразрадут их, коли выращение не потребует значных финансовых затрат. У семьи Овсянниковых сегодня выховывается пять детей. Трое у властных и двое приемных. Умовы проживания находятся на постоянном контроле сельского совета и службу Министерства по незвучайных ситуациях. Неких заувах николи не было. А теперь господиня потелефоновала на промую линию сама. По час ремонта тут сняли пожарные оповещальники. Теперь их необходимо поставить вновь. Только вот зарабить это самостойно. У семьи никто не берется. У речи размолы едят без пиццы детей. Суправцовник МНС проезжает негде просто полторы годины после озворота на промую линию. Оповещальники оказываются у рабочем стане и худко займают свои места во всех покоях. Делала ремонт, поснимала их. Они были установлены. Приезжала и проверка. Вот недавно к нам сельсоисполкома. Все работало. Но я сейчас волнуюсь. Пятеро детей. Дом большой. Поснимала. И как их правильно установить. В рабочем ли они состоянии. Хотелось бы это узнать. И я так позвонила неожиданно. И тут отреагировали так быстро все приехали. Так что спасибо большое. Даже неожиданно. Разом со старшиней Абрваконкама на промой телефонной линии керувники справ районных ваконавших комитетов, а так само областных комитетов и управлений. Это дает махчимость оперативно реаговать на все звонки и при необходимости брать огученную проблему на контроль. Раз в три годины проведения телефонной линии Владимир Дворник подводит выники и еще раз нагадывая. Необходно быть о постоянном контакте с людьми. Тогда и проблем будет меньше. Конечно, вот эта работа, которую мы с вами проводим, это ваша заслуга, что нет людей таких озлобленных. То есть работаете с людьми. Но снимайте, чтобы этих обращений было намного меньше. Мы там сдвинулись с вами в лучшую сторону среди рейтинга в областях. Ну давайте еще двигать. Пока мы там еще не в лидерах. Но движение идет. Если нет вопросов, тогда спасибо. Успехов всем.